Приносит вам каждый месяц 1 миллион рублей. Удивительного уровня парения. У нас будет очень интересный выпуск. Кела это X100. Из обыкновенной печки делает необыкновенную. Они тебе когда-нибудь поленом охаживали? Друзья, всем привет! Мы не так часто делаем обзоры домов, которые спроектированы и построены не нашей командой, но в данном случае я решил пойти на исключение и рассказать, показать вам необыкновенное пространство, потому что это не то пространство, где люди просто живут. Здесь люди на практике ходят. Практики, расширяющие сознание. У меня, конечно, первая ассоциация, когда идет речь про расширение сознания, то это какой-нибудь фестиваль, Burning Man или что-то вроде, где люди используют самые разные способы, чтобы свое сознание расширить, но в основном эти способы связаны с потреблением каких-то нестандартных веществ. А здесь расширяется сознание с помощью совершенно других инструментов. Давайте об этом сейчас расскажет Илья, владелец и главный идеолог этого пространства. Что за инструменты? Здравствуй! Приветствую! Давайте начнем с первого нашего строения. Мы называем это ретрит-дом. Одну минуточку. Для непосвященной публики, что такое ретрит? Ретрит – это практики, которые работают с расширением твоего сознания и духовной части. Ретрит-дом – это то место, где мы непосредственно проводим основные практики. Это дыхательные практики, звукотерапия и квантовые медитации. А можно заглянуть, Илья? Пространство для квантовых медитаций. Друзья, я очень на самом деле жалею, что мы не были авторами этого архитектурного проекта и не мы строили это здание. Потому что построить здание для квантовых медитаций считаю, что любая строительная компания просто вообще обязана. Что скажете? Вообще, внешняя картинка, мне кажется, похожее здание на небольшой гостевой дом или, может быть, какую-то небольшую баню. Но об этом отдельно поговорим. Давайте я немножко расскажу про преимущества и про недостатки вот этого строения. Потому что, с одной стороны, архитектура у него классная, мне нравится. Оно простое, лаконичное, то, как мы любим, у меня такое даже ощущение, что как будто бы этот проект вынырнул из нашего архитектурного бюро. Но, на самом-то деле, есть нюансы, которые отличают этот проект от того, что делаем мы. Ну, во-первых, обратите внимание, сочетание одновременно гладких, выровненных по одной линии выпусков и в разбежку. Нехарактерная для нас черта, мы обычно делаем либо так, либо по прямой. Это плюсовая часть. Есть минусы. Например, вот посмотрите на наличник. Кажется, наличник и наличник. Но, во-первых, он тонкий, из-за этого он утопливается слишком глубоко в бревно. И, на мой взгляд, лучше всегда использовать толстые наличники 45-50 мм. Вот как мы и делаем. Второй момент. Вот если посмотреть внимательно, видны следы от Харвестера. Харвестер – это устройство, которое, ну, не устройство, это, по сути, огромная машина, которая заготавливает механизированный лес. Вообще, кела из-под Харвестера использовать нельзя именно из-за наличия вот этих вот следов. Но на доске это не слишком критично, незаметно. Но, к сожалению, мы часто видим, когда вот идет речь про какую-то экономию, вот часто используются материалы из-под Харвестера. Мы бы все-таки это делать не рекомендовали. А вообще, по пропорциям, по форме, согласитесь, классный проект. Ну, единственное, что мы сейчас стремимся, если у нас есть возможность, сделать вот это верхнее окно не квадратным, а тоже трапециевидным, которое полностью повторяет скат крыши. Ну, это уже, наверное, такой более сложный технологический аспект, может быть, и не стоит. Ну, а вот теперь то, что действительно значимо, я считаю, очень важно учитывать при изготовлении крыши. Вот здесь, к сожалению, крыша, она не учитывает конструкцию сруба. Потому что в этом срубе, вот посмотрите внимательно, есть очень важный элемент, характерный для архитектуры не только русского деревянного зодчества, но и вообще для архитектуры брусовых и бревенчатых домов. Это выносной маурлад. Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы создать большой выразительный карниз. Достаточно большой карниз, видите, почти полтора метра. Именно на этот маурлад, когда опирается карниз, получается, ну, такая мощная основательная форма. Но, к сожалению, здесь получилось так, что подшивка крыши, она полностью утопила практически это бревно. Осталось только около одной третьей четверти бревна. Вот, на мой взгляд, не очень это выразительно смотрится. Вот эта вот горбушка, да, горбыль, который остался от этого бревна. Лучше бы, конечно, если бы оно было целиком и полностью. И вот эти элементы, на мой взгляд, вот эти выпуски, да, они тоже должны быть более выразительными. Опираться на них должна крыша. Это вот важный момент. Здесь он, к сожалению, не учтен, просто потому, что выбрана зашивка глухая карнизов. Это более простое решение. Потому что, если мы сейчас посмотрим, что под этой доской, то, скорее всего, там будет просто врезанные балки, достаточно, ну, грубовато. А если делать это тонко, аккуратно вставлять их в бревно, без зазоров, и балки использовать не простые, а строганные, и сделать контрабрешёточку, и сделать подсветочку, то это будет действительно прям вот отличным решением. Кстати, про подсветку. Здесь она вот просто такими лампочками, такая иллюминация. Посмотрим, как это будет смотреться ночью. Мы предпочитаем другой формат, когда скрытый свет освещает карниз, показывает всю игру светотени и всю стропильную систему. Всю подшивку показывает более таким мягким, тёплым, янтарным светом. Здесь мы сейчас будем, в первую очередь, видеть именно освещение, а сам карниз и фасад, они будут подсвечены уже в меньшей степени. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Нам тоже очень важна и интересна ваша оценка. Как обычно, нас ждёт чан. Ну, как обычно, это не такая обычная история, особенно, когда, если вот чан действительно на дровах полностью, без использования водопроводной горячей воды. Сколько требуется времени, чтобы его разогреть? В среднем 3-5 часов, в зависимости от погоды. Это вам не кран в ванной включить, да, и наполнить ванночку. Это реальная работа, и растопить, и поддерживать. Мы поговорим о плюсах и минусах такого решения. Я вижу минусы, на самом деле. Я раз в таком чане провёл практически полдня на одном из фестивалей, знаете, дым, глаза так немножко подъедает, и не всегда комфортно это бывает, в зависимости, видимо, от того, какие дрова. У нас, кстати, это входит тоже в одну из практик. Издревле дымом как раз-таки людей окуривали, чтобы почистить физическое тело. Так, пойдёмте дальше. Я здесь вижу очень необычную, очень красивую чашу с корочкой льда. Я так понимаю, что, кстати, качество её изготовления, реально я прям отмечаю, очень неплохое. Это дуб. Дуб. Да, полностью она выполнена из пищевой нержавейки. И красивая очень, прям изысканная вещь. Я вот легко могу себе представить в любом самом там премиальном спа-курорте. При этом находиться в ней не всякий решится, хотя я вот, если мы сегодня попаримся... Ань, мы с тобой сегодня попаримся? Да. А ты готова? Облётный. Нет? Нет, я не люблю холод. Её заряжали чашами, то есть звуками, вибрациями. Это необычная вода. Это сделаю в следующем ролике, если этот ролик наберёт 100 тысяч просмотров и 5 тысяч лайков, 10 тысяч лайков. Вода заряженная, друзья. Вот именно чашами, поэтому омовение в этой воде, охлаждение в этой воде имеет особый сакральный смысл. Один из самых распространённых вопросов, которые задают нам в комментариях, сколько стоит там та или иная баня, там 5, 10, 15 миллионов и так далее. А сейчас я вам хочу показать баню, которая приносит вам каждый месяц 1 миллион рублей. При этом эта баня площадью всего лишь-то 15 квадратных метров, если мы говорим именно о площади внутренних помещений. Этой площади достаточно вполне, чтобы приносить этот доход, эту пользу для всех гостей этой бани. Хочется сказать, что в первую очередь, что баня прям очень аутентичная. Это тот самый случай, когда, хотя баня вроде не наших рук дело, но кажется мне очень классно. Илья, ну скажите, пожалуйста, как вообще вас привела жизнь к соединению восточных практик, бани русской с вениками и всеми этими штуками, купелями? Как это вообще получилось? Вообще я родом с Мурманской области. Вот, мы, наш посёлок находился недалеко от Финляндии, в 50 километрах. Посёлок называется Алла Курти. Вот, и там я впервые увидел строение и бани из Келла. Оттуда с детства у меня появилась любовь к данным строениям. А как давно вот вы увидели Келла? Получается, это было мне 6 лет. 6 лет, да. Сегодня мне 35 лет, то есть, получается, ну, почти 30 лет назад. Тогда вопрос, минуточку. А как так получилось, что когда вы начали стройку, это же чайный домик, о нём мы ещё расскажем. Но чайный домик пристроен к дому из Некелла. Вот, это дом из обыкновенной сосны. И вопрос, а почему вы с сосны обыкновенной начали? Всё-таки. Дмитрий, смотрите, ситуация была следующая. В 2016 году, когда я искал участок для пространства, в котором мы будем проводить практики, вот этот основной дом, он уже был на этом участке. В общем, вы купили участок с нагрузкой. Всё верно. Я купил его с нагрузкой, так как мне очень сильно понравилась сама локация, которая здесь была. Всё, тогда я вас понимаю. И это означает, друзья, что у нас будет очень интересный выпуск, потому что, если вот у вас есть дом, уже существующий из обыкновенной сосны, то Илья поделится опытом, как дополнить, усилить этот дом пристройкой из Келла, да, как это соединить органично более-менее, да, и как развить уже на лучшем техническом и эстетическом и материальном уровне. В смысле, что материал всё-таки Келла, ну, вот если сравнивать Келла и не Келла. Келла — это X100 для меня. И вообще лучшие материалы для жизни именно, я не знаю такого материала, это правда. То есть энергетика у этого материала зашкаливает. Ну, вот мы тоже это, на самом деле, часто обсуждаем. Есть люди, которые почему-то по никакому-то недомыслию, что ли, думают, что Келла — мёртвое дерево, что это как будто бы плохо. На самом деле, Келла — это дерево, которое природа сама нам отдала, мы не убиваем живой лес. И я думаю, что по энергетике, в том числе, поэтому этот материал, он даёт X100 к карме нашим. Более того, основная идея была, то есть дать вторую жизнь дереву. Дерево. И чтобы это пространство для этих практик, которые мы проводим, было именно из материала, у которого появилась вторая жизнь. Вторая жизнь. Друзья, этот дом, оказывается, это вообще поле самых невероятных экспериментов. Не только с сознанием, но и с материалом, в том числе и с материалом Келла. То есть, во-первых, Илья в этом доме соединил сруб из обыкновенной сосны и из нашей необыкновенной сосны. Соединил достаточно ловко. Конечно, с некоторыми нюансами я тоже про них не могу не рассказать. Есть вещи, которые мы бы сделали наверняка по-другому бы. Но, с другой стороны, есть и вещи, которые сделал Илья совершенно особенным образом. Это прям для нас тоже открытие. И я готов этим открытием с вами поделиться. Причем это очень открытие, практичное. Вы можете им воспользоваться, но недорогое. Это прям реальный, ну, мне кажется, прорыв. Данную технологию мы увидели в разных роликах Ютуба, в том числе и на вашем канале. Технология называется Post&Beam. И решили использовать этот инструмент с бревном кела. Для меня было очень интересно посмотреть, как это будет выглядеть без рамного остекления с бревном кела. Я заранее скажу, выглядит круто, очень круто. Ну, как ты, во-первых, отапливаешь помещение, во-вторых, как вообще получается или не получается обеспечить комфортную температуру в этом пространстве? Касаемо отопления. Данные окна, они с обогревом. Ого! Да, то есть у них есть регулятор, который регулирует температуру нужную, комфортную для нахождения в данном помещении. Друзья, представляете, это не просто окно, вставленное в бревно без какой-то дополнительной рамы, что само по себе уже непростая задача на самом деле. Редко, когда такие встречаются, но благодаря тому, что кела очень стабильный материал, его не крутит, можно вставить в бревно, вот в это кривое фигуристое бревно, стеклопакет огромный, да, и быть спокойным за его судьбу. Сколько времени уже простояли окна? Три года. Вот, кстати, три года, никаких проблем, как я вижу, нет. Нет. Абсолютно. Это вот благодаря кела. Но вопрос с цеплоэффективностью, то есть это обогревается окно. Ну, хорошо, мы решили, а сколько же это стоит? Сколько стоит обогреваемое окно вот такой площади, тут сколько, три квадратных метра, нет, тут, наверное, четыре квадратных. Четыре метра квадратных, да, в среднем стоимость была три года назад в районе 150 тысяч рублей одного окна. С подогревом, а если бы оно было без подогрева? В районе 100 тысяч рублей. То есть всего лишь доплата плюс там 50%, и у тебя вообще функционально вообще другое окно. А эффект какой? Сколько надоет тепла, реально в комнате тепло или нет? То есть одного такого окна достаточно для того, чтобы отопить в среднем помещение 8 на 4, то есть 32 метра квадратных. Очень круто. Это заменяет фактически батарею, стоимость не такая уж высокая, ну, сопоставима с хорошей дизайнерской батареей, либо с электрическим конвектором. При этом абсолютно бескомпромиссная штука, которая не помешает ни в каком интерьере, вообще идеально. Я начинаю думать, что получается, что надо использовать это шире и отказываться в некоторых случаях от дорогих конвекторов. Тут есть, кстати, конвектор, но он только один. А если бы не обогрев, тут, наверное, понадобилось бы гораздо больше конвекторов. Ну, здесь еще теплые полы, на самом деле. То есть для тех мест, где нет возможности газа, допустим, да, это, конечно, идеальный вариант. Особенно северные регионы. То есть окно не замерзает, оно дает тепло. А до скольки, до скольки самая холодная температура, в которой это окно выдерживало? 30 градусов в Подмосковье было, то есть проблемы абсолютно никакие. До минус 30. Мы и сами хотим воспользоваться такой технологией в наших будущих проектах. Ну и вы тоже, конечно, пользуйтесь. Вот Ильей проверено, никаких сомнений нет. Реально это работает. Друзья, давайте еще важный момент. Вопрос безопасности. Вот у Сергея Домогацкого с Ильей Варламом уже такой был эксперимент, когда они бросали кирпичи в большое окно, да. Вот получается, что вот эта технология, она совмещается. То есть у тебя закаленное прочное стекло, плюс с обогревом оно. И вот по сути, такие же окна можно использовать в любых, конечно, домах, в том числе и типа фахверха. Но нас, конечно, в первую очередь интересует использование таких окон в домах из бревна. Соединяя природный материал и современные технологии, мы получаем новые возможности. С одной стороны, необработанная поверхность природная, а с другой стороны, очень комфортная среда, где можно наслаждаться видом, не обременяя себя ни батареями, ни теплой одеждой, ничем. Здорово. Я думаю, что ваши комментарии мне сейчас особенно будут цены и полезны. Вообще, нужно ли нам двигаться вот в эту сторону, в сторону современных технологий? Или все-таки традиционные формы, традиционные дома? Это больше то, что вам вообще нравится. Пишите ваши комментарии. Друзья, вот бревну позади меня 300 лет. Больше 300. То есть природа много времени потратила, чтобы создать эту красоту. И посмотрите на форму. Это, конечно, тоже необычная такая вот дымчатая структура с этими буграми, шишками. Такие бревна – это гордость любого проекта, любого дома. При этом обратите внимание на сочетание стойки, это стойка называется, и перекладины. Здесь сочетание не очень складывается, потому что стойка гораздо больше по диаметру, чем перекладина. А должно быть либо равное, либо перекладина еще толще, чем колонна. Это очень важно. Прошу вас, учитывайте это. Потому что конструктивно вся вообще архитектура, пропорция, логика – это все идет из конструктивных потребностей. Вот конструктивно стойка не сильно нагружена, а вот перекладина нагружена очень серьезно. Конечно, в данном случае тут всего лишь это навес, тут нет больших нагрузок. Она выдержит это перекладина, эту нагрузку. Но картина складывается немножко несбалансированной. Поэтому рекомендуем обязательно вот это бревно перекладин, во-первых, не зашивать, чтобы не скрывать его красоту и его форму. А с другой стороны, оно должно быть пропорционально по размерам стойки, быть не меньше, чем стойка. Есть еще один нюанс, который я хочу тоже у вас спросить. Посмотрите, как вы к нему относитесь, посмотрите на вот эту планку примыкания. Мы обходимся без них, мы делаем доски, загоняем их непосредственно в бревно, врезаем. И это наша такая, ну, в общем, черта характерная для интерьеров. Здесь же используется планка примыкания, она позволяет закрыть вот этот вот стык и закрепить доску на, ну, таком вот необходимом уровне. Скажите, это смущает вас? Это лишний элемент для какого-то восприятия или норм? Это вот первый вопрос. И второй еще, чтобы я рекомендовал, о чем подумать? Когда у нас большие площади зашиты доской, кела, немного это уже становится скучновато, и мы рекомендуем использовать, вот как и здесь использован, да, такая вот бревно перекладина. Можно использовать их еще, например, шире, чаще, то есть вот каждую такую связующую соединять. Видите, здесь тут не складывается, потому что вот это, вот это и вот это не соосно. Если бы они были соосны, вот как здесь, то можно было бы положить еще одну такую перекладину, и это бы дополнило общий объем этого пространства. Мне очень нравится пространство, мне очень нравится эта стекленная часть. Вообще прекрасная задумка иметь у дома, это очень важно, большое открытое пространство. Потому что если ты сделал дом, и у тебя маленькая терраска, которая еще к тому же снегом засыпается, и летом дождь туда льет, и там не разместить мебель, мягкую группу, стол, это некомфортно на самом деле. И, к сожалению, многие проекты этим грешат, что либо есть открытая только часть террасы, либо есть закрытая, но она маленькая. Здесь этой проблемы нет. Большая, огромная терраса, крытая крышей, некомфортно находиться летом в открытой части, зимой в закрытой части. Но вот есть нюансы, которые мы рекомендуем продумывать, прорабатывать, потому что, конечно, хочется поднимать голову и видеть интересный, выразительный какой-то объем. И это вот прям важная часть убранства дома. Погнали дальше. Ты видела много наших аркельских кухон, ты знаешь, как они сделаны. Эта кухня другого типа, расскажи, какие впечатления? Ну, что первое бросается в глаза, конечно же, это толщина столешницы, но выполненная из кела, отличное решение. Но вот эта толщина прям действительно не поскупились и выглядит основательно. Так же, как и подоконник, которого мы в такой толщине тоже ни разу не делали. Можно я опять буду в роли вредного критика? Толщина классная, это здорово смотрится, но не функционально. В том смысле, что если бы опустить вот эту отметку, соединить вот эту плоскость с этой плоскостью и в один уровень довести до рамы, то мы получили бы более широкие, выразительные рабочую поверхность. И было бы классно, потому что мы смотрели бы прямо на окно, не упираясь глазами в подоконник. Это хороший подоконник, но еще бы лучше, если бы его вообще не было. Что еще? Вообще, на самом деле, пространство очень такое уютное, камерное, классное, красивое. Кухня очень... Все, что нужно, все здесь есть, за исключением, может быть, посудомоечная машина, которая тоже как бы необязательно... Посудомойка, это было бы хорошо. С другой стороны, все-таки на такой микрокухне, наверное, может, действительно, это было бы уж слишком хорошо. Холодильник. А, вот, да, кстати, я вот думаю, может быть, он где-то... Ну, нет, нет. А, есть. Да, ну, такой эконом вариант, с двойной дверцей, так сказать. Ну, лучше, конечно, когда у нас встроенный холодильник, это функциональный, но такой в холодильник... Это дом ретрита, здесь только напитки, только несколько маленьких баночек сока или водички, и все. Тут даже... Зачем тогда, если... Да. Да, если тут не готовят? Да, я согласен, ну, две двери, чтобы достать одну маленькую баночку водички, это слишком. В общем, я за минимализм, за упрощение во всех смыслах этого слова я выступаю. Да. Так, что еще тебе здесь нравится, может быть, нет? Что еще? Мне напоминают фасады кухни, такие, какие вот обычно мы делаем в нашей мебельной мастерской. Но все равно что-то не то, что-то не так. Так, я сейчас скажу, предположу, наверное, что здесь отличается, а тут рамы вот эти вот, наверное, не из кела сделаны, да? Да, они не из кела сделаны. Да, то есть эти вот не из кела, вот, то есть, а каркас выполнен из доски? Ну, это самое, да, самое простое изделие, столярное, конечно, если бы были бы петли более массивные, и это крепилось бы на специальный щит мебельный, то это бы работало более комфортно, потому что сейчас вот она много зажимает. Это естественно, это нормально для вот такой конструкции. Если вот говорить про те конструкции, которые делаем мы, когда у нас на петлях и на фурнитуре Блюмовской, да, все работает, она ничем не отличается, такая кухня, от самой лучшей немецкой кухни. По открытию, закрытию, все те же самые тактильные ощущения, комфортно, все. Здесь, ну, мы понимаем, что это такой немножко кантри-стиль деревенский, но, опять-таки, в этой простоте тоже есть обаяние и, наверное... Лаконичность тоже. Ну, такая, да, вот простота, такая вот совсем-совсем-совсем именно простота. Да, кстати, вот столешница тоже, видите, здесь она соединена, но соединена она совсем так со стыком, прям, видимым. Так, какие еще есть плюсы, какие минусы ты видишь по кухне или вообще по пространству? Классно? Классно. Мы такое тоже делали у себя в офисе. Да, очень классный прием. Кстати говоря, для тех, кто беспокоится о том, чтобы использовать вообще весь материал, по максимуму, это вот лучший способ. Все обрезки, всех досочек можно использовать в такой панели. Ну, только я бы рекомендовал, конечно, такую панель делать в сочетании не с бревном еще лучше, а когда, например, гладкая штукатуренная поверхность сочетается вот с такой вот шершавой негладкой кела. Когда кела плюс кела, это может иногда перебор, хотя вообще-то мне в целом нравится. Нет, она же специально выпирает вот сюда, что придает, вот как бы она, наоборот, отстранена от основной бревенчатой стены. То есть она выпирает, дает объем, все, она... Супер, супер. Единственное, что вот эта доска, ее бы, конечно, выпустить больше, чтобы вот этот зазор, он был ликвидирован, чтобы не было вот выступающей поверхности, проваливающейся поверхности, чтобы все... Ну, какой ты нудный, ну, вообще, ну, вообще, короче, классное решение. Я думаю, что все со мной согласны. Пишите в комментариях, классно это или вы как Дима. Как тебе вот этот проемчик? Мне нравится, что кухонное пространство от основного пространства разделяет вот такая вот барная стоечка, где можно посидеть, отдохнуть, выпить воды, сока. А что ты делаешь лишь, что ты пьешь только воду и сок? Тут можно за барной стойкой выпить что-то, наверное, и барное. Но хозяин этого пространства не пьет, так же, как и я. Поэтому здесь в ходу только, похоже, соки и воды. Но я думаю, что можно было бы, конечно, выпить и не только. Прикольно, прикольно, спора нет. Мне очень, мне очень тоже нравится кухня, кухня прямо, прямо огонь. Самое главное, удовлетворить свои духовные потребности и вообще основное пространство. Мы сюда за этим и пришли. Да, оно просто невероятное. Тут музыкальный инструмент, с которым, чтобы совладать, нужно иметь не только музыкальное образование, но и, наверное, какие-то особенные знания и навыки. Возможно, нам Илья расскажет, зачем это, что это вообще такое и как этим пользоваться. То есть твоя задача – взять ладошку, пальцы вытянуть и крутить, прижимая к чаше стик. Когда ты понимаешь, что оно уже запускается, вывезти. Как сейчас четвертая чаша, сердечная чакра действия? У меня ничего не получается. Упирайся. Она штука гудит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Небольшое здание Если бы мы хотели бы устроить конкурс В котором бы никто не угадал бы правильного ответа То мы бы спросили бы Как вы думаете, что позади нас? Я знаю ответ Мне уже Илья рассказал Я даже туда заглянул И я хочу вам об этом помещении отдельно рассказать В общем, друзья Это пространство для ретрита Расскажи, пожалуйста, Илья Зачем Такое пространство Вот тебе, нормальному русскому человеку Родом из Мурманска Ну потому что Давай так Будем реалистичными Если я у мурманчанина Стоя напротив такого вот помещения Скажу, что это такое То, наверное, скажет Что, что? Ну, это туалет уличный Что это такое? Дмитрий, это пространство построено для уединения Так Я называю это храм для души То есть это то место, куда ты можешь прийти Остаться с собой наедине Остановить свой внутренний поток И успокоиться В данном пространстве Человек может находиться от 1 до 10 дней То есть через 3 суток У человека происходят процессы в организме Которые дают ответы на многие вопросы В чем это выражается? Человек выходит за грани своего ума В то время, в котором мы живем Ум слишком перегружен информацией И это пространство как раз для того, чтобы остановить свой ум И понять вообще В правильном ли ты направлении идешь И правильно ли ты вообще живешь Серьезные вопросы То есть здесь человек вообще познает себя Буквально после 2-х суток нахождения в темноте Необычная такая келья Необычное решение И классно, что вообще на такие вещи вы решаетесь, Илья И я, честно говоря, сейчас подумаю, что надо попробовать Пишите в комментариях, у кого есть опыт И что вы думаете про эту тему Нужно ли вообще на самом деле пытаться остановить свой ум Или это вообще все придумано И надо просто жить Получать удовольствие от жизни И не заморачиваться Пишите ваши комментарии Дорогие наши подписчики И те, кто еще не подписан на нас Встаю на эти гвозди Только ради того, чтобы Вы наконец-таки подписались Поставили лайк этому видео И вообще, чтобы это видео набрало 500 тысяч просмотров Вот только ради этого Все Поехали Ой, как это Это очень больно Это очень больно Встаем Все, не могу Правда, не могу Пять раз нет Не могу Это первый Не могу Молодец Только через принятие Прими это как есть Ой, кошмар, кошмар какой Второй раз нет Расслабляемся Расслабь все Грудную плетку Плечи, ноги Полностью Просто отпусти все Да, вот Молодец Лицо Все полностью Думай только о своем намерении Которое ты заложил Дальше Все, у меня уже голова кружится Еще Это третий раз Пять раз нам надо сказать нет Это третий нет Это третий, да Все, не могу Это чуть не надо Очень мало С первого раза Готово как стоять Не могу Не могу Все, все, все Пожалуйста Снимайте Нет, нет Правда Не могу Не могу О, кошмар как С левой ноги Ты делаешь Поднимаешь ногу вверх И встаешь Давай, давай, давай И потом вторую Молодец Садись Мы закроем канал Мы закроем канал просто И все Не будет больше арткела Такое ощущение Хорошей связи С землей Я прям чувствую Как я стою Так, друзья Следующая наша часть Практики Это баня Аня, кажется Никогда так не была готова На эту часть практики Думаю, что это будет Особенно интересно Сопровождать нас будет Олег Чемпион по парению И я думаю, что это тот самый момент Когда мы должны Во всем вам рассказать И показать Потому что будет Очень необычно Погнали Друзья, мы с вами находимся В очень небольшой парной В которой все сделано Для того, чтобы парить И напомню, что здесь За парение в этой парной Гостью на самом деле Платят весьма приличные деньги Эта баня фактически Приносит серьезный доход Владельцу За счет именно того Что здесь можно организовать Удивительного уровня парения И парит здесь Олег Чемпион России по парению Поэтому здесь все прям круто Не только с точки зрения Внешнего вида Я бы даже сказал Что с точки зрения внешнего вида Тут нет ничего особенного А с точки зрения функциональности Вот смотрите Здесь, во-первых Вентиляция По сту Или басту Не знаю, как правильно говорить Но вот это вот именно технология Когда у тебя соединена Специальным воздуховодом Уровень пола и уровень потолка И идет воздухобмен Дальше Тут есть второе дыхание Ань, покажи, пожалуйста Второе дыхание Это вот такая маленькая Дырочка Маленькая, но очень важно Отсюда поступает свежий Прохладный воздух Благодаря этому отверстию Гораздо больше возможностей У пармастера Проработать ваше тело Потому что есть дополнительный доступ К кислороду Свежему воздуху И вы можете больше находиться В парной В комфортном режиме Парная Это не про преодоление Это не стояние на гвоздях В этом смысле Это скорее Про наслаждение и удовольствие Хотя какой-то элемент Какого-то тоже Работы Прохождения Каким-то Состоянием Когда тебе уже Горячо Или холодно Оно, конечно, предполагается Но это не На изнеможение Работа должна идти Так, дальше Конечно же окно Посмотрите Все как мы любим Без окраски Окно без покрытия Очень красивый вид Вот я прям очень Отмечаю это окно Хотя парная маленькая Но нашлось место Большому окну И с панорамной частью И которая открывается Дальше, посмотрите Вот еще есть Дополнительная вентиляция Вот она включена Когда Она немного гудит Но самое главное Что она дает Это приток Дополнительно свежего воздуха Поэтому Ну здесь все в порядке С точки зрения Атмосферы С точки зрения Кислорода В этой парной Все прям По максимуму хорошо Обратите внимание На вот это устройство Эта Штука Из обыкновенной печки Делает Необыкновенную Благодаря вот этому Противню Мы словно называем Это Травоприемник Сюда укладывается Трава Она сухая Сюда добавляется Вода И вода Превращаясь в пар Выпаривает Эфирные масла Из травки Мы получаем Мощнейшую программу Аромотерапии Причем понятно Что трава Здесь может быть разная Поэтому тут прям Можно самые Разнообразные программы Устраивать Вот Еще Маленький нюанс Но тоже очень важно Что есть Вода Самая простая Вообще Тут всего лишь Что кран Это холодная вода Но это тоже важная составляющая В парной Обязательно нужна вода И чем больше воды Тем лучше Я бы предпочел Чтобы кран Был не только с холодной Но и с горячей водой Тогда можно было бы Регулировать температуру воды Но как программа Минимум Зачет Вот Один единственный кран Решает Ну что Небольшая экскурсия Про парную Сделана Теперь Наверное Слово и дело Мы передаем Мастеру Пармастеру Олегу Друзья мои Я вас рад приветствовать В нашей банке Вы находитесь Действительно В уникальном месте И здесь Собраны Самые замечательные Технологии Самые лучшие практики Давайте начинать Представьте Тот звук Который вы слышите Он является Одним из способов Восприятия этого Неба Этим звуком Можно наполнить Всю парную Знакомо Выражение На кончиках пальцев Так вот Мы сейчас будем Закладывать намерение И само слово Намерение Нужно намерить Ровно столько Чтобы это сбылось Не больше Не меньше Пускай пальчики В водичку Можешь Проговаривать Это Вслух Можешь Думать Про себя Нужно намерение Нужно намерение Нужно намерение Нужно намерение Развязать можно? Можно я еще часто делаю, что знакомлю человека с ножом, все говорят, потрогай, насколько он тупой, насколько он острый, и это уже привлекает твое телесное внимание, и когда я встаю на какую-то зону, которая требует внимания опять-таки, то оно туда и притекает, и вместе с вниманием приходит исцеление, и, как правило, ножом мы работаем с зажатыми местами, там застой жидкости, когда происходит застой, значит, нарушен дренаж тканей, то есть мы эту лимфу, выгоняем по лимфотоку, наше тело это карта нашей жизни, тело все помнит, и эту информацию можно чистить. Аня, тебе когда-нибудь поленом охаживали? Нет. Ну, готовься. Крапиву в детстве делали? Да. Да. Вот на дороге. Помнишь, да? Щас посмотрим. Щас то же самое будет. Крапиву в детстве делали. Так что это сейчас у тебя супер витаминный. Веник потом выбрасывать после такой процедуры. Субтитры сделал DimaTorzok Это было нереально круто. Я очень надеюсь, что вы так же как и я прочувствовали все то, что здесь происходило. Спасибо всем, кто смотрел и досмотрел этот ролик до конца. Обязательно поставьте лайк, потому что мы все очень старались и я считаю, что мы это заслужили. А если у вас остались вопросы, пишите в комментарии, я вас там жду. До новых встреч. Пока-пока.